Всем привет! Мы уже готовы поделиться интересной информацией, но сначала просим вас поддержать наш проект лайком и подпиской. Также не забывайте о комментариях. Беларусь и Россия использовали кустарный БПЛА как повод для инфоатаки на Украину. 3 февраля этого года белорусское информационное агентство АТН, которое входит в состав медиахолдинга Белтелерадиокомпании, является важным инструментом распространения пропаганды режима Лукашенко в Беларуси, в своем телеграм-канале распространила информационную провокацию, направленную на обвинение Украины якобы в нарушении государственной границы. Информация на канале АТН подается таким образом, якобы БПЛА был запущен с территории Украины в целях, цитирую, проведения разведывательной деятельности над белорусским военным полигоном Брестский. Это один из полигонов, где проводятся совместные белорусско-российские учения, заявляют белорусские пропагандисты. Запомним эту деталь. И самое интересное, инцидент якобы произошел еще 24 января. То есть, если гипотетически принять версию, чтобы БПЛА был запущен Украиной для наблюдения за действиями российских военных на полигоне Брестский, если следовать хронологии, получается, чтобы БПЛА запустили за сутки до прибытия первых эшелонов РФ в Брест, и задолго до начала маневров, что выглядит, конечно, ну совсем нелогичным для ведения военной разведки. Также вызывает вопросы, почему и МИД Беларуси, и пропагандисты АТН молчали про инцидент до 3 февраля. И почему старт информационной кампании по обвинению Украины совпал с прибытием в Минск министра обороны РФ Сергея Шойгу, который провел переговоры с Александром Лукашенко. Примечательно также и то, что публикация с фото БПЛА на канале АТН вышла примерно через 20 минут после публикации про эту встречу с воинственной цитатой Лукашенко «Полезут, получат! Вот и вся война!» Интересно также и то, что информационная провокация Минской и Москвы совпала с прибытием в Киев президента Турции Раджепа Эрдогана. Российская Федерация постоянно предлагает усилия, чтобы сорвать сотрудничество Украины и Турции по закупке и производству ударных БПЛА. Главная цель РФ – это ослабить международную поддержку Украины и снизить ее обороноспособность, чтобы создать условия для более масштабного вторжения в Украину. Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что это очередная провокация и призвал официальный Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям РФ против Украины. В ответ на его сообщение в Твиттере МИД Беларуси разместил другое фото беспилотника, но не сопроводил его никакими комментариями. Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что недавно Беларусь прислала письмо украинским коллегам о фиксации летательного аппарата на своей территории в 500 метрах от границы Украины. В письме белорусская сторона не указала принадлежность БПЛА и не заявляла о незаконном пересечении им границы. Украинские пограничники, в свою очередь, ответили, что они использовали БПЛА в указанном белорусами времени и направлении. Также, судя из сообщений в российских и белорусских телеграм-каналах, есть большая путаница в идентификации моделей БПЛА. Так, в одних источниках беспилотник называют спектатор М1, в других – ЮДЖЕЙ-22. Некоторые комментаторы также указывают, что модель имеет сходство с российским Орлан-10. Но ни одна из указанных моделей – ни украинских, ни российских, ни белорусских или даже польских БПЛА – на 100% не имеет визуального сходства с размещенной МИД Белоруссии и агентством АТН фотографиями. Евгений Гринев, специалист, который работал с украинскими БПЛА на фронте последние несколько лет, говорит следующее. БПЛА, который демонстрирует МИД Белоруссии, конструктивно отличается от любой известной произведенной модели украинских беспилотников. Особое внимание следует обратить на воздухозаборник, который прикручен большими болтами. Так в производственных условиях не делается. «Вероятно, это кустарная модель из деталей, купленных в интернет-магазинах», – прокомментировал Евгений Гринев. Также, если рассмотреть характерные особенности украинского спектатора М1, то видно, что и крепление крыла, и хвостовая часть, и другие конструктивные элементы отличаются от представленной на фото модели. То, что это провокация, сомнений уже никаких нет. Но интересно другое. Путин остается в тени, подталкивая Лукашенко делать громкие и воинственные заявления. Вот как-то так, друзья. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. А также, напомним, 3 февраля в Украину с официальным визитом прибыл президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. Во время своего визита в Киев Эрдоган патриотично приветствовал украинских военных. «Слава Украине!» Так, обратился турецкий президент к нацгвардейцам во время приема во дворце, где его встречал президент Украины Владимир Зеленский. Почетный караул, а также играли гимны двух стран. «Слава Украине!» «Мы строим! Слава!» «Слава Украине!» «Мы строим! Слава!» Стоит сказать, что приветствие Эрдогана возмутило представителей страны-агрессора, то есть России. О нем уже написали все ведущие прокремлевские СМИ, а также не обошел его стороной российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя журналистом кремлевского пола. Ну и, конечно, не обошлось и без Скобеевой. Российская пропагандистка и телеведущая шоу «60 минут» Ольга Скобеева также выразила недовольство поступком Эрдогана. «Турецкая слава Украине! Эрдоган опять за свое!» Написала Скобеева у себя в Телеграм, прикрепив видео к своему сообщению. Ну а более других позволило себе издание «Спутник Ближнезарубежья». Они слова «Слава Украине» назвали нацистской кричалкой. Но если уж так пошло дело, то как тогда классифицировать лозунг «Слава России», друзья? «Слава России! Слава России!» По вашей же логике, он тоже нацистский. Ну а что касается Эрдогана, он не впервые так приветствовал ВСУ. Заметим, что в 2020 году во время визита в Украину Эрдоган тоже здоровался с военнослужащими подобным образом. 3 февраля в Украину с официальным визитом прибыл президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. Во время своего визита в Киев Эрдоган патриотично приветствовал украинских военных. «Слава Украине!» Так обратился турецкий президент к нацгвардейцам во время приема во дворце, где его встречал президент Украины Владимир Зеленский. Почетный караул, а также играли гимны двух стран. «Слава Украине!» «Мы строим славу!» «Слава Украине!» «Мы строим славу!» Стоит сказать, что приветствие Эрдогана возмутило представителей страны-агрессора, то есть России. О нем уже написали все ведущие прокремлевские СМИ, а также не обошел его стороной российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя журналистом кремлевского пола. Ну и, конечно, не обошлось и без Скобеевой. Российская пропагандистка и телеведущая шоу «60 минут» Ольга Скобеева также выразила недовольство поступком Эрдогана. «Турецкая слава Украине!» «Эрдоган опять за свое!» написала Скобеева у себя в Телеграм, прикрепив видео к своему сообщению. Ну а более других позволило себе издание «Спутник ближнее зарубежье». Они слова «Слава Украине» назвали нацистской кричалкой. Но если уж так пошло дело, то как тогда классифицировать лозунг «Слава России», друзья? «Слава России!» «Слава России!» По вашей же логике, он тоже нацистский. Ну а что касается Эрдогана, он не впервые так приветствовал ВСУ. Заметим, что в 2020 году во время визита в Украину Эрдоган тоже здоровался с военнослужащими подобным образом. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Также не забывайте писать комментарии, лайкать наши видео и, конечно же, подписывайтесь и смотрите другие видео. Оставайтесь с нами и будете знать всю правду о том, что происходит в мире. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова